добрый вечер мы начинаем 10 занятия изучения грамматики и письменности санс рита по курсу эджинса и если вы меня хорошо слышите то пожалуйста поставьте чат плюсы чтобы знал что техника работает и что мы можем начинать отлично добрый вечер ирина добрый вечер наталья так и мы начинаем начинаем как всегда с проверки заданий прошлого урока девятого урока вот то есть мы познакомились из трех групп правил санхов то есть звук сочетаний внешней санхи то есть то что на остальных слов происходит мы познакомились с правилами звукосочетания гласных что бывает если два гласных звука сталкиваются что с ними происходит а также мы познакомились с висаргой санхи то есть что происходит если первое слово из звука заканчивается на висаргу как это висаргой соседние звуки могут меняться вот и в первом задании нужно было соединить слова собственно на стыке слов посмотреть что происходит вот первое рамах гачхати да то есть какая здесь ситуация да когда раз висарга то мы рассматриваем какой гласный стоит перед висаргой и какой согласно идет после висарги наоборот на самом деле то есть сначала мы сможем что за согласный идет после висарги вот если он глухой то там есть свои правила но если после висарги идет глухой согласный то нам не важно что за гласный слева от висарги а вот если после висарги идет гласный звук или звонки согласный то там в зависимости еще и от того, какой слева ответственный звук, гласны будут те или иные правила. И здесь у нас такая ситуация, что краткое «ах», а дальше звонки «г». И есть правило, что краткое «ах» перед всеми звонкими согласными становится «о». Поэтому здесь правильно написано «рамо гачхати», но неправильно то, что пробел убрали. То есть в этой ситуации пробел остается. Следующее. «Б» Здесь у нас та ситуация, что долгая «ах» перед гласным «а». Относительно долгого «ах» оно перед всеми звонкими звуками теряет висаргу. То есть звонки-звуки – это звонки согласные плюс всегласные. Поэтому здесь висарга исчезнет, и на стыке останутся два «а». Да, вот здесь вверху написано «баля агачхати». И в таком варианте у нас на стыке оказываются два гласных звука, вот мы их дальше не трогаем. То есть если бы без висарги изначально два таких «а» столкнулись, мы обязаны были бы их соединить в единый долгий «а». Но если вот эти «а», «а» у нас возникают на стыке не изначально, а как следствие других правил, то мы их не трогаем. То есть мы не применяем дважды правила Санхи. Кроме, может быть, вот этого случая, в пункте «d» тут формально можно сказать, что применено одно правило, а потом еще одно. Смотря как к этому подходить. Но во всех остальных случаях мы никогда дважды не применяем правила Санхи. «Си вирау агачатаха» становится «ви ра вагачатаха». Да, здесь все абсолютно верно, вот, это может быть немного сложно, но, опять же, по таблице, если смотреть, то там все одинаково. Ну, в своем смысле, что если, ну, пока вы находитесь на том этапе, что не особо вдаваясь в деталь вопрос таблицы, пользуетесь, находитесь, что там есть, то какая разница, там, сложное правило или легкое, да, когда вы в этих правилах пока не разбираетесь, потому что мы до них еще через несколько уроков дойдем. Санхи гласных, а потом Санхи висарги, еще в втором рау все это будет. Вот, пока можно просто пользоваться таблицей, вообще не включая голову. Вот, но, как бы, если включать, вот, то в чем есть идея? В том, что гласный «ау», он не самостоятельный, он производный, да, то есть у нас «а плюс о» дает гласный «ау», а гласный «о» тоже не самостоятельный. Гласный «о» — это следствие «а плюс у». То есть у нас, если мы просто про алфавит говорим, да, как начинается алфавит, у нас «а», «а», «и», «у», «р», «р», «л», «э», «ай», «о», «ау». Из них вот эти «а», «и», «у», «р» в долгом и кратком варианте вот это простые самостоятельные гласные. А гласные «э», «ай», «о», «ау» — они являются производными. То есть, ну, как бы, да, формально они в алфавите есть, но вообще «э» он не сам по себе такой «э», «э» он возникает из «а плюс и». И точно так же «о», он тоже не сам такой по себе, он возникает из «а плюс у». Вот, ау гласный, он тоже не сам по себе, он возникает из «а плюс о». И гласный «ай» тоже не сам по себе, он просто следствие слияния «а плюс м». И если, ну, и в санх и гласных, там, можно сказать, нулевое базовое формальное правило, ну, точнее, основа, из-за чего существуют все остальные правила, то идея в том, что в сансерите два гласного звука подряд эти не должны. То есть, иногда такое бывает, как следствие других правил, но вообще не должны. Вот, поэтому, если у нас два гласных сталкиваются на стыке, то мы их обязаны как-то трансформировать, чтобы в итоге на стыке уже не два гласных было, а один. Вот, и в частном случае, если у нас ау, гласный ау, сталкивается с каким-либо гласным другим, то мы ау раскладываем, ну, как формально получилось, на долгое ау. Откуда это ау берется, да, но мы вспоминаем в этом случае, что ау, он является результатом слияния «а плюс о». Откуда берется о? О – это результат слияния а плюс у. То есть, у нас получается а плюс а плюс у равно ау. И вот в этом случае а плюс а плюс у мы а плюс а группируем, у нас долгое а получается у. Перед всеми другими гласными становится в. И вот так мы ау, гласный ау заменяем на долгое а в. Ну, и дальше а гачатаха, как оно с долгого начиналось, так оно с долгого и начинается, просто пишется слимно. Далее, чешлеха, атра, да, становится чешьетра. Да, и вот здесь, ну, вот в таком случае, ну, как бы, проще, конечно, все это в одну итерацию запоминать, что краткое ах перед кратким а дает о и а в акраху этот зигзаг. Вот, ну, как бы, если идти формально, то тут можно сказать, что краткое ах перед кратким а становится о. Да, точно так же, как перед всеми согласными звонкими, краткое а становится о. Так же и перед кратким а оно становится о. Вот, а в станках гласных, там есть правило, что если перед гласным а, кратким а, возникает о или э, а, то а, краткий а меняется на вот этот зигзаг о в акраху. Вот, поэтому, ну, с практической точки зрения проще не загружать себя лишним и запоминать это как один шаг. Ах а дает о. О. Но, как бы, если разложить, то здесь, как бы, вот в этом случае, да, в два этапа санхи применяются. Сначала о, потом а меняется на в акраху. Вот. Но в этих остальных случаях мы дважды санхи не применяем. Вот один раз два звука столкнулись, мы их поменяли, на что они должны поменяться. Дальше мы не смотрим итоговые два звука на стыке, получившиеся после применения первого правила, они, что они должны как-то взаимодействовать, не должны, мы их уже не трогаем. Кроме вот этого случая. Далее. А, и, рамах, и, тем. Вот. У нас есть правило, что краткое ах теряет висаргу перед всеми гласными, кроме краткого а. Вот. Поэтому будет, да, рама, и, тем, и пробел остается, да. Далее. Ф, Д, вах, смаранти, перед С висарге остается висаргой, то есть мы переписываем один к одному. А, джи, путраха, по щете, то же самое. Перед П висаргой остается висаргой, мы никак слова не переписываем один к одному. Вот. И аш, такой же, как а, краткое ах, перезвонким согласным, в, становится о. Но пробел остается. А, с чего пробел в адресе? Так. Далее, наоборот. Когда насоединенные, измененные фразы, нужно их восстановить. Внешний вид. Вот. Первое. Рамах, гач, хатидат. И, опять же, да, то есть иногда там разные варианты есть, как их можно восстановить, но надо руководствоваться тем, чтобы после восстановления получились такие два смыслных слова, а не абракадабра. Да, рамах, гач, хатидат, то есть тут, опять же, краткое ах, перезвонким согласным, г, дало о. Далее, кутра, а, гач, ха, се. Здесь неправильно, здесь кутра. Ну, собственно, с словарей слово кутра, оно заканчивается на, просто на краткую а, кутра. Вот. И чтобы оно слилось, да, как у нас долгая получилась, просто гач, ха, се, такого не даст. Вот. Но у нас есть приставка, а, долгая. То есть это было кутра, ну, в словаре такое слово, есть кутра. Кутра, где, куда, и оно на краткую окончается. Вот. А есть также, ну, если мы просто гач, ха, се, возьмем, они не сольются. Будет кутра, пробел, гач, ха, се. А как нам сделать так, чтобы они слились, да, вот у нас же, они слились. Задание. Вот. Значит, два а на стыке. Кутра, а, гач, ха, се. То есть приходишь. Ну, куда приходишь. Так. Си, су-ре-ш-чан-дра-ш-ча. Да, было су-ре-ах-чан-дра-х-ча. Да, то есть есть правило, что висарка перед звуком ч меняется на щ. Су-ре-ах-ча становится су-ре-а-ш-ча. Чан-дра-х-ча становится чан-дра-ш-ча. Ди. Гаджа-эр-ви-ра-ха. Да, было гаджа-эр-ви-ра-ха. Ну, здесь, конечно, формально можно этот а на что-то разделять. Ай. Да, ай разделять на а плюс э. То есть можно сделать гаджа, пробел э-ви-ра-ха. Э-р-ви-ра-ха. Но слова э-р-ви-ра-ха нет. Вот. И здесь мы вот этот э-р восстанавливаем, да, что он получился. То есть это висарка санахи. Есть правило, что если перед висаркой идет любой гласно, кроме а, а, ну, долгого краткого а, то перед всеми звонкими звуками висарка меняется на р. Далее. И. Ащ-ва-а-га-чан-ти. Да, здесь была ащ-ва-а-га-чан-ти. Да, то есть после долгого висарка исчезает перед всеми звонкими звуками, включая все гласные. Э-в-ра-мах, кутра-щ-ча. Опять же, щ-ча, да, то есть это перед звуком ч, висарка меняется на щ. Поэтому кутрах-ча. Гаджа-и-саха. Тут ничего не меняется. И пхалайор. Джалам. Опять же, здесь у нас пхалайох. Да, то есть мы все эти вещи, то есть, ну, сопоставляем с поддержными окончаниями. То есть, если на первом месте у нас существительное, да, то у нас, соответственно, должно быть предложение с каким-то своим окончанием. И мы это восстанавливаем. Вот. Далее. Третье предложение нужно перевести на русский. Так, первое, значит, в-ра-с-е-ба-ло-ба-в-а-те. Здесь, да, было ба-ла-ха, кратко-ах, перед звонким б-га-ста-ла-о. Мальчик-герой есть. Да, есть мальчик-герой, да, то есть, или вот можно вспомнить, что это вместо глагола иметь. Ну, просто по-английски было в-а-хэв, да, просто по-английски это можно перевести как A hero has a boy. Соответственно, здесь можно по-русски перевести, что у героя есть мальчик. B. Сукхам ижнянаси бхалям бхавати. Опять же, ижнянаси, тут по-английски ничего не устанавливаем. Ижнянаси бхалам, да, слово родителям поддерживаю всегда к следующему принципу. То есть, бхалям плод, ижняна знанье, ижнянаси у кого узнания, ижнянаси бхалям плод знания, бхавати, есть, то есть, счастье, есть плод знания, да. Абсолютно верно. Далее, си. Шишья, грехат, джаляма, чарья, ялабанте. Шишья, здесь, соответственно, ну, нет такого окончания шишья, да, то есть, вы здесь правильно восстановили висаргу. То есть, шишья, аха, долгааха, это ученики, да, здесь у нас получается, долгааха потеряла висаргу перезвонким согласным г. Вот, грехат, пятый аблатив, отложительный падеж, то есть, откуда, из дома. Джалам, то есть, это вода, здесь по смыслу обвинительный падеж, воду. Только тут джа написано вместо чар. Чарья, ая, то есть, это четвертый дательный падеж для чего? Для учителя. Лабханты получают. То есть, переводим слева направо, получается, ученики из дома воду для учителя получают. Так, ваш перевод, ученики от дома воду для учителя получают, ну, можно от, можно из. Далее, ди. Рамас татра, джалая, гачхатите, виро, вадути. Соответственно, здесь рамас татра, как намасте, да, то есть, есть правило, что перед звуком т, висарга становится эс. То есть, здесь было рамах, татра, джалая, гачхатите, да, тут два и. У нас в прошлый раз много таких было, и плюс и дает долгий и. Вирах стало виро, то есть, кратко ах, переводим согласно у, в, стало о. Да, и получается, опять же, ити, значит, у нас здесь есть кусок в кавычках, кусок вне кавычек. В кавычках, рама там или туда для воды идет. Да, то есть, рама туда ради воды идет, ити, виро, хавадути. Так говорит герой. Герой говорит, что рама туда идет за водой. Ну, за водой, да, можно так. Вот, то есть, это уже косвенная речь, да, отлично. И. Шишья аачарем сэвате. Ну, вот здесь мы видим два а на стыке, не слились, значит, что-то уже поменялось. Вот, и там есть, ну, это двойственно немного ситуация, потому что если чисто по санхам подходить, а даже если не только чисто по санхам, но еще и по санхам, и по окончаниям, вот, то вот такая ситуация, она может возникнуть, если первое слово кончается на гласный э. То есть, санхогласный, да, там есть правило, что если первое слово кончается на гласный э, и дальше следующее слово начинается с любого гласного, кроме краткого а, то у нас э заменяется на краткий а. То есть, здесь при желании можно было бы установить чешье, но чешье это будет местная седьмая поддержка, то есть, где в ученике служит, и смысла в этом нет. Вот, поэтому здесь лучше установить висаргу, да, как вы сделали. То есть, ученик учителю служит, да. Тут дословно винительный поддержка, то есть, учителя там обслуживают. Ну, или по-русски дача, да, учителю служит. Опять же здесь чешья, долгая, такого нет, окончания. Вот, соответственно, устанавливаем, что здесь была висарга чешьяха, то есть, ученики, чешьяном, что знание, от чарья, от пятый поддерж, от учителя получают. Ученики от учителя знание получают, да. Так, далее джи, рама, катхамдухххамджайси. Здесь рама хотелось бы висаргу установить, но нельзя, потому что после слова рама, следующее слово начинается на звук к. Перед звуком к висарга не исчезает. Значит, она здесь не исчезла, а раз она не исчезла, то мы ее не можем не восстановить. Вот, соответственно, рама, значит, висарги на конце не было, значит, это что это сделать на поддержку. То есть, эй, рама, да, катхам, то есть, как в страдании побеждаешь, да. Как в страдании побеждаешь, да. Далее. Опять же, путро, когда она окончается, всегда восстанавливаем кратку ах. Тут, значит, да, два кратких а слились в едино-долгие. То есть, путро, сын, григаат, из дома. Нарапас я, все родители не поддерживают. По следующим словам объединяем. Ащваконь, ащвэшу, эшу, это окончание во множественном числе, сегло местного подержа лукатива. То есть, на чем, на конях и Нарапас я. У царя, да, поясняют, а что за кони. На конях царя, гачихати, идет. Но глагол гачихати, он не связан с шаганием. Глагол гачихати, это перемещаться на чем угодно. На самолете, на лодке, на конях. Это все можно гачихати использовать. Вот, а, то есть, сын из дома к царским. Нет, тут не может быть к, потому что это местный подерж. То есть, на царских конях. Ну, идет, но передвигается. То есть, сын движется из дома на царских лошадях. Далее. Ай. Значит, тут и, и. Слезы с едины долги. Ити, значит, слева одна. Фраза внутри кавычек, внешняя, дальше другая. А сукхас я, ся, это окончание шестого геметива родительного падежа. Значит, слово с окончанием родительного падежа объединяем в последующем словом. То есть, бхалам – результат или плод. Сукх и счастье. Сукхас я, ся, у кого? У счастья. Сукхас я, бхалам – плод счастья. Результат счастья. И получается, абрактам бессмертия. Бхалам – есть результат счастья. Так эти черта это, так думает. Просто думает, тут нет окончания. Бессмертия есть плод счастья. Да, так думает. Да, ну тут не написано. А чарьё, жня на ся, пустакам, щешьяя, пархатия. А чарьё, соответственно, было. А чарьяха, краткая. А с перезонким согласным джи стало о. Жня на ся, ся, это окончание, опять же, шестого геметива родительного падежа. Ну вот, поэтому мы слово в шестом падеже объединяем с последующим. Жня на ся, у кого? У знания. Пустакам. Книгу. Это винительный второй падеж, единственное число. Жня на ся, пустакам. То есть, книгу знания. А чарьяха, учитель. Щешья, дательный падеж. Ученику читает. Учитель книгу знания ученику читает. Да, ученику или для ученика, да. Так, далее четвертое задание. Переводим с русского на сан-среид. Сначала латиницей, потом два нагряда до санхов и два нагряда после санхов. Вот, соответственно, я буду проверять только финальный вариант. Ну, если там будут опечатки, ошибки, буду смотреть, на кому-то опять они уделить. Значит, вода есть в руках рамы. В джалам, рамасе гастаёх, бхавати. Да. После санхов. В джалам, рамасе гастаёр, бхавати. Да. То есть, тут ох, весарка, после о, перезвонки бх, становится р. Да. То есть, рамасе гастаёх в руках рамы. Ну, если предполагать, что рамы две руки, то гастаёх. Если предполагать, что рамы больше, чем две руки, то гастаёшу. Бхавати, да. Б. Мальчик читает книгу. Баанах пустакам патхати. Баанах пустакам патхати. Да. Да, тут перед п весарка не меняется, остаётся весарка. Далее. Си, герой, остаётся только в доме царя. Виерон. Пробел остаётся. Когда у нас а становится о, мы пробел не убираем. Виерон. Рэпас сегрега эва. Тиштхати. Да. Да, абсолютно верно. То есть, в доме царя. В доме царя, да. То есть, царя, рэпас я, греха, доме. Да, здесь у нас получается, да, вот то правило самого, что я говорил, что если после гласного э идёт какой-либо гласный краткого а, то мы э меняем на краткое а. То есть, изначально тут было где в доме, грехе. И перед э, дальше эва, чтобы было только в доме царя. Тиштите, да, остаётся. Ди. И мальчики получают плоды из леса. Балах, бхалани, 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 бхалани. Ну да, можно так. Можно ванат слева поставить. Можно балах, бхалани, бхалани, бхалани. Это ни на что не влияет здесь. Двусмысленности не создаёт. Да, и санха здесь, ну, то есть, если после балаха мы пишем бхалани, да, то висарга остаётся. Если мы после балаха напишем ванат сначала из леса, да, то у нас получится, то есть, балаха, висарга. Перед пха висарга остаётся висаргой, а вот перед в висаргой ещё идёт. Вот, поэтому если вы после балаха написали ванат, то у вас будет бала, без висарги, ванат, бхалани, бхалани, бхалани. Далее. И, убеждаясь страданье знаньем, говорит учитель. Духкам ижня, ижня, нас долго опишется. Ижня, нас здесь долго. Да, 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 и тут ещё тоже да соединиться. Стоял три срочки, трёх срочек мало. да то есть джайси эти а чарях там а чарел вот но пробел останется чарьки у пробел башу то джайси плюс эти действительно будет эти плюс а чаре и тья чаря эти три слова сольются джайси и тья чаря вот но а чарьки о да то есть а чарях кратко ах перезвонким звуком остановится о но пробел остается да то есть это говоря дух камень и она и на джайси тья чарю башу ты из плода мальчик получает воду балах ханат джалам ламгаты да можно так опять же да то есть если ну это не хуже не лучше если джалам поставить перед хана что может даже хуже то тогда будет баллу резон ким джи кратко а становится о хрисами остается висали джи вижу истину солнце луне говорит рама сатьян сурье чандрэча паши я мити раму ваша ты тогда все правильно только опять же раму пробел ваша ты тут здесь вот пробел не убираем да ну можно было сделать сурье чандрэча сатьян пашьями то есть хотя можно было перед глаголом поставить это мало что влияет двусмысленности не создается это можно так и тирану башет аж без знания страдания дух хам чьяная на вина в гавате ну да дух хам чьяная на вина дух хам в гавате можно так то есть главное чтобы чьяная на вина была единым блоком между ними ничего не стояло чтобы бхаути было в конце предложения глагол в конце предложения а уж дух хам чьяная на вина или чьяная на вина дух хам можно так и так так не прихожу из деревни говорит сын царя грамат мат у пятого падежа долгая от грамат 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 нагач хамите да абсолютно верно то есть на агач хами пробел идти да и тут на а дает на гач х и не идти не идти так дальше говорит сын царя так и здесь неправильно вы написали в итоге утра вады будет путро но при этом пробел остается то есть утра х вадате путро парабел вады да если сын царя значит данер пассе путро как единый блок да абсолютно верно джей герой и мальчик живут в лесу так веру опять же пробел останется да то есть краткая ах меняется на он пробел остается так и здесь у нас краткое содержание ромайны восьми предложениях так первое здесь у нас соответственно краткое ах призывом ким на сторону он ну то есть да и на практике всегда в 99 процентах случаев если у нас словно о кончается это всегда был краткой ах то есть почти не осмотрите других поводов чтобы словно о кончалось и на репо тоже самое было на репаха а йодхиан тут написано прямым текстом этого йодхи это название города от корня юдх то есть есть корень юдх сражаться ну усиленный корень юдх есть существительный йодхиан это пассивное причастие будущего времени то есть тот кого можно сразить ну или завоевать то есть тот кого можно завоевать это йодхиан соответственно краткое начало это отрицание айодхиан тот кого нельзя завоевать вот ну тут женский род то есть айодхиан то есть незавоевываемая неприступная вот это вообще ну как причастие предлагает крепость допустим на горе как город там есть слово на гора город на гора пура город и там у них куча разных вариантов на гора на горе и пора пур пурих мужского женского среднего родов вот но здесь женский род то есть это вот как неприступная ну не важно просто йодхиан в местном падежа йодхиан аям вот и дальше дачаратхо нам а то есть если у нас нам а идет после имени мы его переводим как на речи по имени то есть вообще дословно нам и приводится как имя вот когда у нас вот это слово нам а стоит после чего-то имени мы все вместе переводим как по имени дошаратха дошаратхо наама царь живет так войдет хи по имени дошаратха живет так но он рыпа царь царь живет вот опять же мы прошедшее время еще не проходили поэтому что что он жил пока сказать не можем так войдет хи правите да вот он да войдет хи правитель по имени дошаратхо живет до родхатский чертварах утра паунте вот опять же утра восстанавливаем да не может быть просто утра на окончаться тут была лицарга долгая ах теряет лицарга при всеми зонкими звуками дальше зонкой было идет дошаратхо то есть у дошаратхе до четверо сыновей опять же есть да да то есть по-английски это может было перевести как у меня есть яблоко я имею яблоко да также дошаратха имеет четырех сыновей у дошаратхи есть четыре сына третье утра раму бар то лакшманах щатрук гно баванти вот у нас санхи путра опять же весаргу потеряла было путрааха то есть сыновья раму это о из краткова получилось то есть просто рамаха бахарата все имена да то есть рама рамаха именительный падеж бхаратаха тоже именительный падеж лакшманаха перед вещами поменялось щатрук гноха тоже весарга было ну вот это просто имена то есть утра сыновья да там кира или двоеточие раму бхарата лакшман шатрук по разносить имена рама или раму бахарат или бахарата лакшман или лакшмана шатрук дали шатрук на то есть но когда сансористские имена на русский манер переделываются там это кратко на конце там может быть может ну как шива или шив это все из той же 4 рамах ну и последний да там глагол просто есть бомбить рамах сундарах шантове и рача бабочки вот значит санхи шанта опять же краткая а перезвонки в столах о вирах частого вераща здесь у нас перед ч висарга стала ща ну все то есть рама красивый умиротворенный чаму всегда влево переносим то есть и смелый но сильный и сильный есть то есть рама красивый умиротворенный и сильный до пятое на репо рамы снег яти в общем используется местным падежом написано про глагол снег в санскрите такое есть что объекты чувств как позитивных так и негативных они могут не с винительным падежом как удалось бы использоваться но у нас обычный объект винительный падежа вот а для глаголов чувств объект может с этим местным падежа вот то есть царь раму любит да опять же на репо было на репаха краткая а в перезвонки согласно стола о шестое раму митхилам лакшмане носа гачхати опять же раба была рамаха митхилам митхила да то есть это женский род написано это винительный падеж то есть в митхилу лакшмане носах вместе с лакшманом и натворительный падеж дальше идет ваш период рамы в митхилу месяц лакшманом идет до седьмое татра рамах си там по щите там рамы сит увидят да ну тут санскрите и восьмое си там я снег я бить и раму ладзин тут у нас получается снег я мити да без них ями и теме и теме эти два кратких и на стыке дарит долги и и раба водите было рамаха водите краткой ах пред в столах о то есть ситаям это седьмое место падеж на чем тут написано должно быть да опять же потому что снег я то есть люблю кого ситу так рамы говорит в ситу влюбился говорит рамы ну можно так перевести до дословно люблю да то есть тут влюбился это прошедшее время пока мы не проходили ситу люблю так хорошо на этом проверка задание закончена выполнение 4 часа само доза заняло 2 часа но целую неделю до меня доходило как использовать таблицы санхи висарги ну да то есть там тут два варианта то есть либо все эти правила выучить либо сначала выучить таблицы соединять и поскольку да у висарги мы не один звук ну как бы там звук до звук после а еще сама висарга посредине там что во что с чем меняется это вот больше переменных чем в правилах гласных или санхи согласных то есть сегодня будет вот опять же да то есть это набор правил он конечен и он со временем доводится до полнейшего автоматизма так занялось 7 часов обязательно посмотреть рекомендованные примеры за руку 14 то есть через пять уроков снова повторяются эти правила очень подробно там все расписано получается лучше понять и все запомнить да хорошо так и тогда получается да что на этом мы закончили проверку задание 9 урока то есть мы с вами прошли 9 уроков из 18 то есть ровно половина черника у нас с вами позади отлично и остается вторая половина так и маленькое объявление что через через 10 дней до 7 марта начнется другой курс санскрита по учебнику с легкими текстами вот возможно вас заинтересует то есть там в строковом формате текстах ну слева это страница из учебника к чергиной а справа текст вот из того учебника по которому будет курс ну просто показать что это один и тот же текст да то есть это вот тот учебник в частности на базе которого к чергина сделал свой учебник ну не этим одним учебником ее то есть там просто легкие тексты то есть там вот первый урок будет это этот козел этот слон там это девочка это зеркало это гирлянда там и так далее то есть это первый урок ну с таких начинаем простейших слов простейших предложений вот и дальше там то есть 30 уроков там будет и вплоть до вот таких текстов это 29 уже урок ну то есть там самый последний тридцатый урок там просто двустишь и на самом деле как уже оригинальный текст а вот если говорить про именно такие тексты то учебные вот то есть это учебных текстов он в оригинале называется infant reader то есть чтение infant для для маленьких детей вот но как раз таки а если вам мало заданий адженса да если вам хочется на те уже пройденные темы больше опыта больше заданий то есть и чтобы не было каждый раз ну это по любому учебник когда идешь да тут каждое новое домашнее задание это садиться надо и что-то новое вникать постоянно и даже если ошибок у вас мало все равно это стрессовое состояние потому что всегда сильно напрягаться приходится а здесь как бы да ну с первых уроков в начале там очень быстро первые уроки прочитаете да потому что все темы те же самые вот и если для вас это первый пока учебник и у вас серьезные планы на сон 3 то как бы да чтобы те же самые темы но по другим углом чтобы рассмотреть на примере этих уроков да там ну плюс-минус изучая любой язык темы везде во всех учебниках одни те же но каждый автор дает их немного по-своему в своей последовательности вот и так ну люди просто по разному изучают учебники с английского кто-то вот хочет один максимально краткий курс пройти уже скорее переступить к чтению оригинале вот а кто-то хочет один учебник второй учебник третий учебник четвертый учебник а вот и соответственно вот если вас это интересует то 27 марта мы начнем наше занятие да это они будут по понедельникам и пятницам и они закончатся аж в июле то есть вот этот текущий курс agency да у нас с вами закончится по-моему 14 18 мая по моему да у нас последнее занятие будет по вот этому нашему курсу вот соответственно если после этого вы не хотите на этом останавливаться то как раз да тут видите еще еще два месяца занятий ну вот а там если будут желающие мы сделаем еще потому что infant reader он первый в этой серии а там дальше еще три учебника есть но прям все четыре подряд мы делать не будем но вот два подряд вполне себе сделаем как в прошлом году вот а то есть это второй поток по этому учебнику вот соответственно можно записаться на только первые десять занятий через раз на весь курс увидеть цена семь тысяч и пятнадцать тысяч вот соответственно если вам интересно и вы хотите больше больше опыта текстов легких и не только легких вот то через десять дней у нас такой курс начнется хорошо вот но это просто ну понятно да что у нас тут и в рамках аджинса еще много всего вот но если вы себе пойдете и дальше на будущее или тут как бы ну на самом деле оба варианта подойдут в том смысле если вы вам аджинс легко дается вы уже далеко ушли то как раз таки для полноты картины изучения большего объема тем подойдет вот этот курс чтения на сантрите и наоборот если вам аджинс тяжело дается вот и вы уже не чувствуете в себе сил дойти его до конца с первого раза вот мы вы можете опять же записаться на легкий курс с нуля вот да вот эти первые самые примитивные уроки ну я думаю что предложение из серии это мальчик это девочка у вас сложности уже не вызывают причем пока там все по началу без санта да соответственно еще раз пройдя это все потом можете вернуться к записи курсы и по ним уже пройти до конца так что здесь есть разные варианты вот ну это просто ну через десять дней курс будет поэтому я об этом упомянул хорошо тогда если у вас какие-либо вопросы есть по первым девяти урокам по первому первым половине учебника это же сам напишите так а если а ну и еще плюс вот этого курса легкого чтения что там мы обычно голосом участвуем вот то есть тут как бы вы написали и прислали а там надо будет вслух читать но опять же да это все по желанию вы можете сидеть просто других слушать что неэффективно вот и а лучше всего конечно чтобы вы сами участвовать в занятии да чтобы именно там по очереди мы все читаем тексты занятия на этом же сайте проходят вот и все записи все участники получат так хорошо тогда если вопросов нет по первым девяти урокам тогда мы переходим к десятому уроку вот тут ну санхи ну тут прям так громко написано оставшиеся внешние правила санхи ну не все да то есть у нас остались санхи согласных их на самом деле очень много там есть основные санхи согласных а есть еще мелкие мелкие будут даны в последнем уроке поэтому в данном уроке все-таки не оставшиеся а основные санхи согласных а грамматика нестремения и прилагательные ну с прилагательными все понятно а нестремения вот с ними надо познакомиться глаголы ас вот то есть мы привыкли ну глагол быть кто-то есть через бхавати переводить но это не совсем точно бхавати это бывать или становиться а вот именно значение есть то есть быть используется глагол ас но он не совсем такой легкий как все эти глаголы что мы пока использовали поэтому для него сразу сдаются готовые таблицы как во многих учебниках так и в словаре нам даются прилагательные и частицы вот соответственно здесь санхи согласных вот и по факту это какие-то не всех согласных по факту это санхи финального т 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 что происходит, если первое слово заканчивается на звук «м». То есть это вот самый частый, самый основной санхисогласных, но это не все. Опять же, да, смотря, как смотри, вот, то есть если исходить из того, что реально в тексте встречается, то это почти все санхисогласных, там, на 98%. Если чисто формально их высчитывать, сколько бывает санхисогласных, то это где-то половина, ну, чуть-чуть больше, ну, ну, процентов 70. То есть формально санхисогласных еще много, но реально они остальные все еще редко используются. Так, и здесь, да, вот, то есть если первое слово на звук «т» кончается, опять же, да, спустя 5 уроков мы ко всем этим вернемся, поэтому можно просто эту таблицу использовать, да, то есть, соответственно, тут все легко, то есть сверху «т», да, и справа у нас перед чем? Перед гласными «т» всегда становится звуком «д». Перед звуком «л» «т» меняется тоже на «л», то есть в итоге «лл» получается на стыке. Вот, и «м», ну, «м» проще запомнить, чем в таблице пользоваться, потому что с «м» все легко, то есть перед всеми согласными звуками «м» переходит вот в точку «анус вар». Вот, то есть это легко, а перед гласными «м» остается «м». Вот, ну и с «м» тоже есть свои правила, опять же, то есть поначалу просто по таблице давайте пользоваться, да, а там спустя 5 уроков подробнее об этих всех правилах. Мы поговорим опять же, да, то есть вы можете самостоятельно, и видите, это на 3 урока растянут, да, то есть если вот сами санхи гласных нам дали, и через 5 уроков опять же санхи гласных, они все те же самые, тут подробнее в одном уроке, то же самое висарга санхи нам дали, и вот через 5 уроков они снова будут только подробнее, вот, то вот эти правила, они растянуты будут еще на 3 урока, то есть спустя 5 уроков в 15-м у нас будут только санхи финального «м», то есть самые легчайшие, через 6 уроков у нас будут санхи финального «н», через 7 уроков у нас будет с антифинального Т. А там 18 уроков – это конец учебы. Да, то есть это вот у нас же с самого первого урока, каждый урок состоит из, ну, основных двух блоков. Да, то есть вот это письменность произношения и грамматика. И вот, соответственно, да, письменность произношения. Сначала мы изучали, как звуки в латинице пишутся, и как они произносятся потом, как они на Дванагаре пишутся, как Дванагаре полноценно используют. Потом, когда мы познакомились со всеми темами Дванагаре, мы перешли уже к изучению правил Санхи, гласных, согласных, теперь обе Санхи. Ну, и дальше они начнут повторяться, и так до конца уже это учебник. Вот, то есть этот учебник, он гораздо лучше отрабатывает правила Санхи, чем, допустим, тот же курс легкого чтения. Но в курсе легкого чтения там больше грамматики дается. Да, ну и вообще, да, то есть вот эта идея, то есть внешний Санхи, да, то есть внешний – это то, что между словами происходит на стыке двух разных слов. А есть еще внутренний Санхи – это вот то, что внутри слова одного происходит. Вот. И как бы, да, эти все правила звукосочетания, их не то, чтобы древние индейцы придумали, чтобы нам жизнь усложнить. Нет. Они так говорили. Поэтому не надо рассматривать, да, вот эти правила, что это просто лишний набор затруднений. Рассматривайте каждое правило Санхи как подсказка к тому, как в древности произносили. И, соответственно, то есть вот такой-то звук и такой-то звук столкнулись, и в итоге стали вот таким-то. Но как они все три, ну, то, что до первой, до второй, и слившиеся, как они все должны были произноситься, что вот они вот так, если вот эти двое столкнувшихся, давало вот такое. То есть это все подсказка. Ну, как бы, да, это в основном называется регрессивная ассимиляция. То есть ассимиляция – это уподобление. Регрессивно – это значит назад. То есть левый звук подстраивается под правым. Вот. Ну, опять же, да, то есть тут не оставшиеся Санхи, а основные Санхи. Согласны, потому что еще несколько будут в последнем 18-м уроке. Вот. И у нас уже так много правил. А еще там есть правило, когда слова слить напишется без изменения звуков. Вот. Поэтому начинаются вот такие вот на этом этапе мучения, там, ставить пробел между словами или не ставить этот пробел. Вот. Потом это все устаканится, то есть ближе к концу учебника, вы уже, ну, 17-го урока, вы к этому уже привыкнете более-менее. Вот. Но сейчас вот на данном этапе действительно непонятно пробел ставить, не ставить. Вот. А когда точно пробел остается, это если первое слово заканчивается на гласный звук. без висарги, без висарги, без висарги, просто на гласный звук. А следующее начинается с согласного. То есть гласный, пробел, согласный. Вот в таких случаях никогда никаких звуковых изменений не бывает, и пробел всегда остается. А во всех остальных случаях пишется без пробелов. Ну, то есть, если у нас первое слово заканчивается на согласный звук, ну, висарга там своей жизнью живет, со своим траромами, да, вот если у нас первое слово заканчивается на согласный звук, то с чего бы ни начиналось следующее слово, они реально будут всегда слитно писаться на два нагрева. Так, например, да, то есть у нас есть висарга, санхи, допустим, рамаха, гачхати, в этом случае становится рамо, то есть как бы слово на гласный теперь заканчивается. Раз у нас гласный пробел согласный, то мы это не трогаем, так оставляем. Вот, рамаха, притчхати, тут висарга остается висаргой. Вот, после висарги мы пробел тоже оставляем, не трогаем. Рамам, гачхами, да, у нас, получается, первое слово заканчивается на эм, а следующее начинается с согласного, это правило сегодняшнего урока, что перед всеми согласными м становится анусвары, то есть рамам, вот, но пробел остается. Вот, ну и здесь у нас на два гласных, которые, ну, допустим, Бхаварджона на стыке два, они дают единый долг, а то пробел, естественно, уже нет. Вот, опять же, постепенно, да, то есть это вот, мы только познакомились с основными, последними правилами внешних санхов, а дальше, соответственно, будем больше практики, переводим предложения в одну сторону, в другую, и у вас постепенно все будет на свои места вставать. Просто правил очень много, и там за одну-две недели их прям все идеально не выучить. Поэтому с опытом, да, то есть у нас еще два месяца впереди есть, вот за это время будет все на свои места расставляться. Вот, а следующее у нас грамматика. Местоимение, то есть я, мы, то есть это называется личное местоимение первого лица. Соответственно, агам. Ну, опять же, поддержи все те же самые. Вот, то есть иметь на первую поддержку. Агам, агам гачхам, я иду, да. А вам гачхаваха, мы двое идем. Ваям гачхамаха, мы идем. А потом, вот, и здесь вы видите по два варианта. Во втором падеже два варианта есть. Причем не только в единственном числе, да, а во всех числах. По два варианта есть. В дательном четвертом падеже тоже по два варианта. И в шестом родительном падеже тоже по два варианта. Вот, причем видите, да, что в каждой этой паре, ну, где два варианта есть, Там один вариант более длинный, а второй вариант краткий. Краткий вариант называется энклитикой. То есть, то, что... Ну, энклитика значит безударный. Ну, конечно, мы тут нигде с ударением никак не сталкиваемся, поэтому нам тепло и холодно от того, что он безударный. Но это как бы делает несколько следствий. На самом деле слово «ча», оно тоже энклитика, оно тоже безударное. Оно поэтому всегда к предыдущему слову приклеивается. Вот так же вот эти вот штуки, если они краткие. То есть, если вы используете краткую форму нестинений, то значит, что она как бы, ну, по смыслу будет к предыдущему слову прилипать. А в частности, это значит, что с краткой формой не может начинаться предложение. Вот. Ну, соответственно, «мам» или «ма» – это «меня». Но причем по умолчанию желательно использовать краткие формы. А полные они используются обычно только если по смыслу надо подчеркнуть. «Ты меня не увидел». Ну, вот «ты меня не увидел», ну, как просто. «Ты меня не увидел», да, будет вот эта краткая форма «ма». А если «ты меня не увидел», «ты меня не увидел», да, вот если вот с такой интонацией «ты меня не увидел», «ты меня не увидел», то есть, если подчеркивается вот «меня», тогда будет полная форма. Соответственно, «авам» – «нау», то есть «нас двоих», и «асман» или «нах», то есть «нас». Творитель палеж «мая» – «мною», «авабьям» нами двумя, и «асмабьям» нами. Далее «магям» или «мэ» – «мне», для меня. «Авабьям» или «нау» – «нам двоим», для нас обоих. «Асмабьям» или «нах» – «для нас двоих нам». А, не двоих, по множеству, для нас «нам». Пятый палатив «отложительный падеж», «мат» – «от меня», «авабьям» – «от нас обоих», «асмат» – «от нас». Шестой родительный падеж «мама» или «мэ» – «у меня», «авах» или «нау» – «у нас обоих», и «асмакам» или «нах» – «у нас». И седьмой местный падеж «локатив» – «мои» – «во мне», «ава» и «охо» – «в нас обоих», и «асмасу» – «в нас». Вот, аналогично местомение «ты». Все то же самое, в принципе, местомение «я» и «ты» – они на другие местомения не похожи, но между собой похожи. То есть «твам» – «ты», «твам» – «гачха». Если ты идешь, «ювам» – «гачха» – «вы двое идете». «Юям» – «гачха» – «вы идете». Там «твам» или «тва» там «пощнями», то есть «я тебя вижу». Там «ювам», «вам» – тоже «пощнями», «я вижу вас двоих». И «юшман» или «вах» – это «кого» – «вас». Вижу. Твоя кем чем тобою. Иваабьям кем вами двумя. С кем с вами двумя. Юшмаабьи с кем с вами. Тубьям или те это тебе. В слове намасте это два слова. И второе из них это вот это те. Намасте. Поклон те. Или для тебя. Юшмаабьям или вам. Для вас или вам двоим. Юшмаабьям или вах. То есть вам. Для вас. Отложить на поддержку. Ват от тебя. Юшмаабьям от вас обоих. Юшмаабь от вас. А вы или Т у тебя. Юшмаабь. Или вам. У вас двоих. И Юшмаабьям или вах. У вас. И твои в тебе. Ювайохам. У вас двоих. И Юшмаабьям. У вас. Так. И далее прилагательные. Ну в общем прилагательные склоняюсь также к существительным. По тем же самым таблицам абсолютно точно так же. Да. Там красивый слон идет. Сундаро. Гаджо. Гаджхате. Ну до Санхова было. Сундараха. Гаджаха. Гаджхате. Да. И здесь Сундара. Красивый. Да. То есть в словаре он выглядит как Сундара. То есть заканчивается на краткий А. А. И если нам по тексту нужно красивый слон. То соответственно мы его склоняем так же как слон. Потому что Сундара в словаре НАА окончается. И гаджах в словаре НАА окончается. То есть они на один и тот же звук в словаре заканчиваются. И стоят на одном и том же районе числе и падежа. То есть по одной табличке. Вот. И ну тут небольшая конкуренция. Бывает у слов в родительном падеже. И он прилагательный. На самом деле это не вообще не принципиально. Просто смотрите. Да. Ну то есть на падеж каждого слова. И соответственно те слова. Которые в одном падеже стоят. Соответственно они вместе. Да. То есть тут у нас первый пример. Сундаро. Нарпаси гаджо. Гаджхате. То есть Нарпаси гаджо. Да. Нарпассья. Сьет родительный падеж. Мы объединяем его с последующим словом. Сундаро. Красивый. Гаджа слон. Нарпаси гаджа слон царя. То есть красивый слон царя. Гаджхате идет. А второй пример. Сундаро. Синарпаси гаджо гаджхате. То есть здесь Сундаро. Сья. Да. Он как Нарпассья. Соответственно Сундаро. Синарпаси. В первую очередь объединяются. А потом еще гаджаха. Гаджаха это слон. А Сундаро. Сья. Нарпаси. Это у кого? У. Мы просто слева направо дословно переводим. У красивого царя слон идет. Ну и можно переставить. Идет слон красивого царя. Вот. Ну и на самом деле глагол быть по умолчанию надо использовать глагол ас. А не бгу. Просто глагол бгу, бгаути, он легко спрягается и по смыслу похож. Поэтому он давно был данным и его так использовали. В принципе это можно. Но лучше использовать асти. То есть есть. Ащваха асти. Ащвуости. Конь есть. Рама ханрыпаха асти. Рамон випуости. Рама есть царь. Вот. Ну и тут просто дается таблица. Поскольку глагол сложно спрягается, то на самом деле окончания все такие. Видите? Ти, таха, нти, си, тхаха, тха, сми, ваха, ма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, извините, да, у меня что-то с Интернетом произошло Сейчас, по идее, все нормально должно быть Напишите, пожалуйста, слышно ли вам меня сейчас? Работает ли сейчас? Так, плюс отлично. Да, извините, это... У меня почему-то половина сайтов работала, половина нет, я решил, что с этим сайтом проблема. А по факту проблема была у меня. Вот, отлично, хорошо. Я рад, что мы все решили, вернулись. Так, соответственно, да, и стха, это вы есть, асми, аз есм, то есть я есть, сваха, мы двое есть, и смаха, то есть мы есть. Просто используйте эту таблицу, да, это вот самый частый, самый нужный, самый важный глагол, но не самый легкий, но, в принципе, окончания все стандартные. Вот, просто у меня меняется корень, то есть в идеале этот корень ас, и там, где ас, т, вы видите корень ас, асси корень, тоже как бы ас, асми корень ас, это в левом столбике, а в среднем и справа, то есть в двойственном числе, во множественном, корень просто с, ну, по факту, са, вот, поэтому он так меняется, то есть в плане есть свои правила, для сложных глаголов, он вполне себе им подчиняется, то есть он не является каким-то исключением, просто есть сложные глаголы и легкие глаголы. Он относится к сложным, но поскольку он такой необходимый, то его вот сейчас уже дают. Вот, и так же, как в русском языке, но глагол быть не обязательно используется, да, что, например, рамо, нрыпо, асти, то есть рамаха, нрыпаха, асти, рама, царь, есть, а можно просто сказать нрыпаха, рама, царь, вот, ну, и единственное, что, да, это вот, ну, в этом учебнике, в принципе, такая особенность, что когда у нас глагол был, то порядок слов был как по-русски, рама, царь, да, то есть если мы хотим сказать, что рама, царь, рама, есть, царь, то мы говорим рамаха, нрыпаха, асти, вот, но если мы глагол выкидываем, то Эрнс предлагает нам слова местами менять, да, то есть, если мы не хотим глагол быть использовать, что очень-то логично, то будет уже нрыпаха, нрыпо, рамаха, вот, то есть, ну, как бы, да, какая практическая рекомендация из этого правила, то, что если вы видите, смотрите, что глагол быть выкинули, то мы как бы левую, правую часть, подлежащую сказу, меняем местами, кто есть кто, вот, ну, в начале какой-то истории часто бывает такое, что с этого глагола начинается первое предложение, асти, нрыпо, дачарадхо, грамы, по имени Дошарадха, есть Дошарадха, есть царь Дошарадха в деревне, есть в деревне царь Дошарадха, это вот как, начало истории, то есть, стандартов нет такого, чтобы басти было в начале предложения, но вот если начало текста, то в первом предложении такое часто бывает. так, и словарь, что у нас здесь есть, ати, его наречие, очень чрезвычайно, апи, тоже, даже, не, обычно ставится после того, к чему относится, так же, как эва, так же, как ива, так же, как ч, так же, как вина, так же, как сага, так же и апи, ас, глагол быть, потому что у нас была табличка, асман, так формально называется, местоимение я, да, вот это я, мы, вот все вот это местоимение глобальное, если одним словом называть, его называют местоимение асман, а, извините, нет, мы, то есть, отдельно называется местоимение мы, местоимение мы глобально, то есть, весь как бы столбик множественного числа, если одним словом назвать, то их называют местоимение асман, то есть, в именительном падеже оно, в аям, но по умолчанию его называют асман, по форме, Пятого падежа. Аго. Это междометие. О. Эвам. Таким образом. Не путайте его отдельно со словом эва. Эва. Оно ставится после того, к чему относится. И по смыслу его как подчеркивает, выделяет. Эвам просто переводится как так. Таким образом. Так. Ну, у нас купита. Дословно купита переводится как разозленный. Ну, как злой. Твад. Так называется вместо имени ты. Опять же, глобально, да, все семь строчек единственного числа, когда надо одним словом назвать, называют вместо имени ты. И его называют твад. То есть, опять же, видите, по форме Пятого падежа. Гармика. Добродетельный. Наама. То есть, здесь оно дается как наречие по имени. То есть, отдельно наама, оно как существительное имя. Но если вот такое наама, оно стоит после какого-то имена, то оно как наречие воспринимается по имени. Фунар. Снова. Бьида. Испуганный. Мад. Вот это вместо имени я. В единственном числе. Во всех вот этих семи. Строчек глобально, опять же, по форме отложительного падежа, называется вместо имени Мад. Юшмад. Точно так же вместо имени ВЫ. И Сундарат. Красивый. Предлагательно. Так. И задание Е. Вот. То есть, тут данное предложение. Без сандхов. На санскрите. Вот. Соответственно, нужно написать эти предложения на санскрите, с сандхами в письменности Деванагри, а потом перевести на русский. Второе задание. Уже дано на санскрите на Деванагри все соединенное. Надо восстановить вид до санкхов и перевести на русский. Третье предложение. Третье задание. Переводим с русского на санскрит. Так. И все. Тут всего три задания. Вот. Ну, и те люди, кто выполнял задание, у них оно взгляло два часа, два часа, три часа сорок минут, пять часов, четыре часа, два часа пятьдесят минут, три часа пятьдесят минут. Рекомендация. Будьте бдительны. Два часа сорок минут. Рекомендация. При раскрытии санхи постараться в первую очередь определить, к какой таблице обращаться. Ну, то есть, санхи гласных, висаргосанхи или санхисогласных. Постараться не пропустить особые случаи, отмеченные в таблицах с носками. Ну, да, то есть, на самом деле, что там сноски, а все равно это просто один из вариантов. Его надо тоже иметь в виду. Заняло два часа тридцать минут. Рекомендация. Научиться расставлять слова в правильном порядке. От этого много зависит. Да, от этого зависит и понимание, то есть, формировать начитанность. Да, вот потому что, как бы, ну, одно дело формально проговорить, что вот санхи рейти, в отличие от русского языка, глагол ставится в конце. Ну, и там. Смотрите, в отличие от русского языка, слов в родительном подлежа стоит перед тем, к чему относятся. Хотя бы вот эти два правила даже если взять, то, как бы, одно дело их, ну, в теории понимать, а другое дело, читая тексты, интуитивно уже их применять, то есть, как бы, уже связь слов чувствовать, даже не думая о том, что это какие-то правила, не думая о том, что это сказуемо. Вот, это формируется начитанностью и, соответственно, наоборот, да, когда вот мы здесь в учебнике Эджинса переводим с русского языка на санхрид, чтобы у вас уже на автомате слова, не только думайте, они, а слова уже сами у вас в голове стоят, становятся в той последовательности, что они должны быть не в русском языке, а санхриде. Вот, это формируется начитанностью, в частности. Ну, то есть, чем больше вы читаете, тем больше у вас начитанность, тем больше все на автомате делается. Два часа пятьдесят минут. Так, упражнениях два и три для перевода. Сначала можно записывать фразы латиницей, мне пока так удобнее. Ну, да, да, то есть, если у вас личность пока еще не на автомате, что нормально, то да, то есть, ну, одна лишняя срочка на латинице, пусть у вас будет, да, ну, не проблема, все так, отлично. Так, заняло три часа тридцать минут. Важно делать ДЗ по пониманию материала, не боясь делать ошибки, опираться только на усвоение урока в моменте. Вот, ну, это уже у каждого свой подход. А на самом деле, как бы, главное выполнить задание правильно, ну, по возможности правильно, вот, а уже как его делать. То есть, понятно, что если писать, там, примерно, что-то пытаюсь самостоятельно вспомнить, не заглядывая в таблицу, то, значит, тебя надо перепроверять. Вот, а кто-то сразу на себя вообще не рассчитывает и все по таблицам делает, и никуда без таблиц, такой подход тоже нормальный. Вот, то есть, ну, на самом деле, у каждого свой стиль работы, просто делать то, как вам, то, что вам дает оптимальный результат. То, что оптимальным образом дает вам нужный результат. Так, заняло три с половиной четыре часа. Очень сильно не хватает срочки для латиницы. Пока сложно раскрывать Санхи в уме. Хочется больше примеров теоретической части учебника. Не совсем поняла, в каких поддежах должно быть мистемене мой, твой, наш. Это все в родительном поддеже. То есть, там, мой слон, да, дословно, это у меня слон. То есть, вот эти вот мистемене, то, что вы по-русски написали, мой, твой, наш, они по-русски, ну, они называются притяжательные местоимения. Мы такие местоимения не проходили. Смотрите, они есть, но они редко используются. А вот в этом значении, а так же, как, да, вот, как сказать, мой слон, окей, твой слон, наш слон, да. А его слон, ну, поскольку, да, мой слон, его слон. То есть, как бы еще одна категория. Но, мой слон, да, мой, это мой, моя, это уже притяжательные местоимения. А если мы скажем, его слон, что такое его слон? Его. Это он в родительном падеже, да. И в сансорите все мистемене работают так же, как русское мистемене его. То есть, они не будут говорить, мой слон, они скажут, у меня слон. То есть, мама гаджаха. И то же самое, твой слон. Они скажут, твой слон. Они скажут, у тебя слон. То есть, тава гаджаха. И там наши, ну, неважно, слоны, допустим. То есть, а с маком у нас гаджаха, слоны. Поэтому все вот такие вот штуки в сансорите переводятся как в родительном падеже слово. Неважно, мой слон или мои слоны. То есть, оно будет мама гаджаха гаджаха. Больше примеров. Но у нас же, несмотря на какое правило, да, не совсем понятно. Ну, на санхе у нас точно будут еще примеры. Так. Внимательно изучить и хорошо запомнить, в каких случаях остается пробел между словами на ДВА на ГР. Я до сих пор в этом путаюсь. Да. На данном этапе все в этом путаются. Это нормально. То есть, а если первое слово заканчивается на гласный звук, висаргу или анусвару, а следующее начинается с согласного, то пробел 100% останется. То есть, слева висарга, анусвара или гласный, а через пробел согласный, вот пробел точно останется. В остальных случаях обычно не останется. Так. Ну, итоговый лист, да. То есть, что мы должны уже знать к этому этапу. Мы должны уметь спрегать глаголы в настоящее время. Это было в первых трех уроках. Мы должны, ну, тут список глаголов, не знаю, ну, в идеале их выучить надо. Вот. Можно их по таблице использовать. Словарю. Вот. Мы должны уметь спрегать глаголы среднего залога от манепада тоже в настоящее время. Ну, и, соответственно, тут свои глаголы, которые по этой второй таблице спрегаются. И отдельно глагол «ас» добавился в этом уроке. Просто еще одна новая табличка. Мы должны уметь склонять слова мужского рода, которые в словаре кончаются, на краткий «а». И тут свои слова. Ну, и дальше список наречий и прилагательных в этом уроке. Прилагательные добавились. Вот. Соответственно, тогда мы постепенно заканчиваем. То есть, сегодня у нас с вами четверг, 16 марта. Ну, и, как всегда, следующее занятие у нас будет в следующий четверг, 23 марта. Так, то есть, делаем все слова, все задания и постепенно учим слова из следующего урока. Да, опять-таки, как всегда, я вам сегодня вышел в письме картинки со словами к следующему, 11 уроку. Так, наши успехи. Ирина, вы сделали задание к 16 урокам. Дмитрий сделал задание к 13 урокам. И Алла, вы сделали задание к 12 урокам. То есть, вы движетесь быстрее группы. Здорово. Это даст свои плоды, свои результаты. То есть, возможность двигаться в своем темпе, проходить уроки по два раза. Так. И у нас наш Mind Map. То есть, это то, что было до сегодняшнего дня. То, что мы изучили в плане склонений. Мы изучили вот все падежи. То есть, ну, просто каждый падеж представляет основной смысл. И мы изучили таблицу склонений слов мужского рода на кратке А. И среднего рода на кратке А. Это то, что у нас было уже к сегодняшнему дню. Вот. И у нас сегодня добавились местоимения. Местоимения я-мы и местоимения ты-вы. Вот. Ну и опять же, да, для лучшего запоминания. Вот сейчас, когда у нас урок закончится, можете сесть в тишине и, во-первых, вспомнить, в чем у вас были основные ошибки девятого урока, то есть, какие именно темы вам необходимо для себя повторить. И также вы можете сразу попытаться вспомнить, что мы нового сегодня изучили в десятом уроке для того, чтобы просто это освежить в голове. И вот по такому запоминанию, благодаря такому запоминанию, эта информация, она гораздо лучше запоминается. На дольше запоминается. Вот. Ну и смотрите, как стиль жизни, да. То есть, мы с вами прошли половину курса. Впереди у нас с вами вторая половина курса. То есть, будем закреплять изученные вещи. И опять же, да, то есть, ближе к концу учебника, если вы будете продолжать занятия, то оглядываясь сюда, на середину вы будете думать, как все легко было тогда в десятом уроке, как все сложно сейчас там в семнадцатом. Вот. То есть, это ощущение, оно всегда у вас будет вас сопровождать, пока вы изучаете в первый раз все эти темы. Ну, соответственно, если дальше изучать их по другому учебнику, то будет, конечно, все тоже не идеально, не то, что прям все легко, но многие вещи уже будут даваться гораздо-гораздо легче. Ну, и, соответственно, я когда переводил, да, там я перенабрал учебник Чергино, я перенабрал учебник Бюллера, я перевел и сдал два тома учебника Эджинса, я там вел занятия по… и прорешал все занятия самостоятельно из кембриджского учебника. Потом вот эти учебники легкого чтения на Санс-Риде, курс, по которому там через десять дней будет, я их тоже там перенабирал. Да, и то есть, когда вот по нескольким учебникам одно и то же проходишь, то понимаешь, что везде все примерно одно и то же, просто немного другими словами дается, и возникает вот эта уверенность, потому что, ну, если уже понимаешь, что и вот в этом учебнике вот так, и вот в этом учебнике так, и вот в этом учебнике так, ну, значит, полнота информации, она уже достигнута, потому что, ну, это там пять-шесть разных учебников, лучших учебников, сопоставляя, что уже есть ощущение, что, ну, наверное, того, что нигде, ни в одном из них нет, такого и их природы не существуют, и, соответственно, отсюда возникает уверенность, что вот когда суть этих учебников понимаешь, то, значит, понимаешь все. Вот, поэтому, ну, у каждого свой путь, то есть, кто-то хочет побыстрее один какой-то курс закончить и дальше читать в оригинальной первоисточнике, а кто-то хочет побольше учебников, так что у каждого свой путь. Хорошо, тогда мы сегодня заканчиваем. Есть ли у вас какие-либо вопросы по девятому уроку, по десятому, все ли понятно? Да, хорошо, тогда если вопросов нет, то да, будем на этом заканчивать. Спасибо вам. Да, Ирина, Алла, Наталья, спасибо, что вы есть, что вы вкладываете ваше время и силы в изучение санфрита, и тогда продолжим через неделю, в следующий четверг. Буду ждать от вас присыл и сделаю задание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... ...